Предоставление софинансирования на обеспечение санитарно-курортного лечения и здоровления прекратило свое действие. А таким правом могли воспользоваться работники муниципальных учреждений, в частности, педагоги Соликамского округа. В декабре 2023 года одним законом были внесены поправки в действующие с 2017 года, сообщает заместитель начальника управления образования Оксана Денисова. Однако, все не так печально, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы мы запросили софинансирование на обеспечение путевками для санитарно-курортного лечения и здоровления работников бюджетных учреждений, нам необходимо принятие решения Думы Соликамского городского округа соответствующего и обеспечить долю софинансирования, которая составляет не менее 30%. Все поправки в бюджет Соликамского округа проходят через депутатов. Для принятия решения были созданы внеочередные заседания депутатских комиссий на один день. А сразу после высказались контролирующие органы – прокуратура и контрольно-счетная палата. В настоящее время разработчиками наши замечания устранены. Иных замечаний, в том числе корпусогенных факторов, в данном проекте и выявлены. Конторно-счетной палаты нет за замечания данного проекта. Рекомендуем рассмотреть. Выслушав все аргументы на очередном заседании Думы, парламентарии нашего округа приняли положительное решение. Таким образом, до конца этого года педагоги, тренеры, работники культуры могут оформить путевку на санаторно-курортное лечение и оздоровление на территории Пермского края при софинансировании с городского бюджета от 10 до 30%.